Время первого планового техосмотра. Главный музыкальный инструмент Республики, установленный в зале театра оперы и балета, в эти дни проходит свой первый технический осмотр. Специально для его проведения вишкаралу вновь приехал органный мастер Даниэль Керн. Именно он год назад собирал и настраивал музыкальный инструмент. Конечно, назвать эти звуки, сейчас извлекаемые из органа, музыкой не решится ни один слушатель. Даже тот, кому медведь на ухо наступил и потоптался. Но орган – это не только инструмент производства потрясающих мелодий и композиции, это сложный организм, который подчас живет своей жизнью. Любой мировой орган, любой орган, который в любом зале требует своего рода ухода, своего рода обслуживания. И органы вообще в целом довольно-таки не просто переносят переходные периоды, периоды отключения, включения тепловой, так скажем, энергии, периоды переходные по влажности, скажем, март, февраль. Для органа всегда очень тяжелое время, потому что само здание тоже реагирует. Орган, так как он вписан в конструкцию здания, он вместе с несущими стенами как бы несет всю нагрузку на себя. Это, разумеется, сказывается на всех инструментах, в том числе и на нашем, и поэтому раз в год обязательно должна проходить такая процедура по сервисному обслуживанию органа. Орган, установленный в театре оперы и балеты, изготовила компания Альферт Керн и Сыновья. Органы их производства украшают театральные и концертные залы Дрездена, Франкфурта, Далласа, установленные в 13 городах Японии. Про них говорят. Керна на каждой стадии рождения органа приложит руку. Так и получается, один из нынешних хозяев многомиллионной мануфактуры Даниэль Керн не только сам сопровождал орган в Ешкар-Алу и Страсбург, а настраивал инструмент перед первичным запуском, но и сейчас проводит плановый осмотр каждой из трех тысяч труб. Нужно отметить, что спустя год после установки органа в театре стало видно, что использование инструмента сотрудниками соответствовало всем предписанным мной советам. Не бывает двух одинаковых органов, и не буду кривить душой, что и я свою работу выполнил хорошо. Поэтому при таком удачном сотрудничестве мне сейчас нужно только слегка подстроить звук и настроить клавиши инструмента. Год работы в нашем театре показал, все условия, созданные в зале для бесперебойной работы короля инструментов, отвечают необходимым нормам. Влажность, температура, чистота. Создатель органа уверяет, при таком уходе орган будет не одно десятилетие радовать и шкаролинцев, и гостей республики. В театре поясняют, проводимый технический осмотр плановый. Еще при установке органа Даниэль рассказал, что каждый инструмент, произведенный и установленный их фирмой, ежегодно посещается его создателями. Около недели понадобится керну на настройку короля инструментов, после чего орган вновь будет радовать безукоризненным звучанием зрителей театра оперы и балета. Следующий вечер органной музыки состоится уже 11 июня.